Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня гадание на тему, что у человека на душе и кого мы можем загадывать в течение этого расклада. Вы можете загадывать любого человека, чье душевное состояние действительно вас беспокоит. Например, ребенок чувствует себя как-то странно, что-то недоговаривает, приходит из школы, вы переживаете, не можете понять, что происходит с человеком. Или это супруг, или партнер, или любимый человек, или ваша жена. То есть по гендерному признаку вообще гадания мы здесь не разделяем. Вы можете загадывать любого человека, который вас беспокоит и чье душевное состояние эмоциональное вас беспокоит. То есть может быть вам показалось и все нормально, а может быть у человека действительно что-то не так, может быть он действительно о чем-то переживает. И в данном случае сейчас мы попытаемся понять, есть ли на душе у человека состояние дискомфорта или нет никакого состояния дискомфорта. Вариантов будет 8 в данном случае. Вот сейчас так получилось, пока выкладывала. Как всегда мы делаем все здесь и сейчас. Интуитивно выкладываем карты, интуитивно вы загадываете свои варианты, каким образом располагается нумерация. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой номер. Вы можете загадывать просто номер карты. Вы можете смотреть на рубашки и вдруг поймете, что какая-то рубашка начала ваш взгляд притягивать. Вы можете загадывать ее. Или вы можете загадать, есть еще отличный вариант загадывания, по порядку открытия мною. Даже я сейчас не знаю, каков порядок открытия мной арканов будет. То есть все происходит вживую, на ваших глазах, здесь и сейчас. Итак, вы загадали человека, подумайте об этом человеке, представьте его себе, представьте выражение лица, взгляд. И сейчас мы попробуем понять, что на душе у загаданного вами человека. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, мы видим, что человек сейчас склонен строить воздушные замки. И действительно есть те вещи, о которых он или она вам не договаривают. У человека есть определенные, знаете, вот такие вот моменты состояния, когда обмануть его не сложно или ее. Он сам обманываться рад. И он сейчас, этот человек, может строить какие-то воздушные замки, какие-то фантазии создавать в своей голове, которые действительно вам могут не понравиться. Иными словами, ваши переживания не беспочвены в этой ситуации. Ну а что делать в этой ситуации, вы можете посмотреть в рубрике «В общих гаданиях» «Советы карт», задумав любую вашу ситуацию, или получить личный расклад, за которым вы можете обратиться, прочитав описание под данным видео. Итак, у человека есть действительно на душе состояние, но я бы не сказала, что это состояние негативное. Скорее всего, это какие-то позитивные иллюзии, это какие-то выстраивания планов, которыми человек не хочет с вами делиться. И здесь мы также можем говорить, что человек, который, например, склонен сейчас заняться магией, может надеяться на какие-то ритуалы и размышлять в том числе и о магических ритуалах, если не с бытовой точки зрения рассказывать о том, что означает эта карта. Для тех, кто загадал восьмой аркан по порядку выкладки, он второй по порядку открытия. Вот здесь ложится интересная карта, которая, в принципе, наоборот может говорить о том, что на душе у человека покой, порядок, мир и все разложено по полочкам. То есть, в принципе, человек вполне определился, он прекрасно знает, чего хочет. Также мы понимаем, что никакого негатива по отношению к вам на душе у человека сейчас нет, потому что он понимает причины и следствия ваших действий и понимает, возможно, ваши какие-то переживания. То есть, в принципе, если попытаться, наверное, в этот момент с человеком доверительно поговорить, он что-то и скажет. Но также вы можете получить ответ, с чего ты взяла, все нормально. И в данном случае, скорее всего, этот ответ будет достаточно правдивым. То есть, он не будет означать каких-то душевных терзаний и метаний. По данной карте могут выходить некоторые переживания, которые связаны с семьей, домом, детьми, материнством. Но при этом здесь нет никаких жутких страхов и каких-то жутких переживаний. Это просто мысли о каких-то бытовых проблемах, которые могут касаться домашних дел. И вряд ли что-то большее в той ситуации, которая происходит сейчас. Для тех, кто загадал второй вариант по порядке выкладки, это вариант у нас второй, третий по порядку открытия. Простите, уже сегодня замоталось, была куча раскладов. Так вот, здесь у нас выпадает карта, которая говорит о том, что человек может думать о финансах. И не сказать, что человека очень беспокоит этот вопрос, он находится в состоянии какого-то, знаете, вот мандража в данном случае, в данной ситуации. Здесь мы можем говорить о том, что просто человек размышляет и планирует денежные траты. Также, возможно, у человека в голове есть какие-то мысли, потому что это именно голова больше, чем сердце. Есть мысли о некой даме, состоятельной, состоявшейся вполне благополучной, материальной, достаточно стабильной по характеру. Если это дама вы, то прекрасно, значит, человек думает о вас. И, возможно, что-то в вашем поведении, конечно, и может человека беспокоить. Но в данном случае никакой катастрофы мы не видим. То есть, в принципе, человек сейчас больше погружен в финансовые проблемы, в финансовые вопросы и пытается мудро выстроить траты, приобретения и заработок. И все это свести воедино. То есть, создать для себя просто в голове какую-то такую вот сводную ведомость о доходах и расходах. Для тех, кто загадал седьмой вариант, он у нас четвертый по порядку открытия. И здесь мы видим карты, которые говорят о том, что человек сейчас пытается кого-то обмануть. И вот то самое стремление к дипломатии с нездоровым характером как раз-таки у него на душе сейчас и происходит. То есть, человек может выстраивать планы, в которых есть не слишком честное отношение или неполное освещение всех тем в разговоре, которые бы вы хотели слышать. Иными словами, человек сейчас пытается либо справиться с обманом, если обманули его, либо пытается обмануть вас. Но в данном случае все-таки это карта, которая не говорит о том, что он очень переживает. Карта больше говорит о том, что он планирует, возможно, сейчас какое-то не слишком правильное действие, которое может, в свою очередь, вам не понравиться. Для тех, кто загадал первую позицию, она у нас пятая по порядку открытия. И здесь мы видим, что у человека на душе, в принципе, тоска зеленая. У человека такое ощущение, что все уже случилось, что в жизни могло быть интересного или какого-то взбалмошного. И сейчас у него есть ощущение болота, ощущение какой-то трясины. Это может быть такое, знаете, вяло текущее преддепрессионное состояние, когда человек особо не знает, куда ему идти. Наступает период лени какой-то, не хочется двигаться, не хочется решать никакие вопросы. То есть вот человек сейчас как будто бы завяз в своем болоте, его оттуда очень трудно вытащить. То есть да, вы здесь оказались правы, если переживаете за человека, то в этом случае действительно, может быть, даже человеку нужна помощь для того, чтобы его немножко встряхнуть. Потому что на душе болото, на душе какое-то ощущение трясины, скуки и тоски. Вот это есть у нас. С чем связано вам, конечно, в данной ситуации будет понимать гораздо легче. Для тех, кто выбрал четвертую позицию, она шестая по порядку открытия. И здесь карты говорят о том, что человек сейчас, может быть, даже принимает некое судьбоносное решение. Но принимает его достаточно холодно, достаточно прохладно. То есть человек не испытывает при этом ни каких-то тревог, волнений, ничего, что могло бы выбить его из колеи. Но в целом мы видим, что у человека может быть определенное внутреннее охлаждение в отношениях. С чем оно связано, это, конечно, вы можете знать лучше. Это можно смотреть в том числе и личным раскладом. Но если говорить о том, насколько спокойно у человека на душе, у человека спокойно на душе и даже, можно сказать, холодно. Но это определенное затишье перед бурей, которое нельзя назвать нормой для душевного состояния. Возможно, человек действительно переживает какое-то очень и очень для него важное событие в его жизни, в той ситуации, в которой задуманный вами человек оказался. Для тех, кто выбрал шестую по порядку выкладки карту, она у нас седьмая по порядку открытия, мы видим, что в принципе у человека на душе все нормально. Единственное, что вас может не устроить, это может быть то, что человек хочет принимать шаги какие-то в свою пользу и принимать какие-то эгоистические решения, которые будут доставлять удовольствие ему, а не окружающим. И вообще мы можем понимать, что человек сейчас может погрузиться в некое состояние самодовольства, в котором ему абсолютно нормально, ему хорошо и возможно даже он не хочет никаких внешних вмешательств. То есть если говорить о том, что у человека на душе неспокойно, то по этой позиции ответ отрицательный. То есть нормально у него на душе, спокойно достаточно у него на душе, просто человек хочет заниматься своей жизнью и он не хочет, чтобы ему навешивали какие-то чужие проблемы на сегодняшний день. Для тех, кто выбрал, тут уже кэп очевидность пятую позицию, она восьмая по порядку открытия. Вы знаете, ну а вот в данном случае мы не можем говорить о том, что у человека на душе кошки скребут. Здесь наоборот ситуация, когда у человека радостно, светло, тепло, позитивно на душе, когда человек действительно в этой ситуации чувствует себя даже возможно счастливым. Другой вопрос, хочет ли показывать такое счастье человек, которое изображено на этом аркане или не хочет он показывать этого счастья. То есть если вы видите, что человек иногда просто спонтанно улыбается или у него такое слегка витающее в облаках выражение лица, то вы должны просто понимать, что человеку хорошо, у него прекрасный, позитивный, эмоциональный фон. Возможно он просто хочет немножечко понаслаждаться своим счастьем в одиночестве. Но при этом, вы знаете, в принципе человек должен быть по данной карте готов к открытому общению и рад близким ему людям. То есть будет рад действительно открыть свои объятия и поделиться своей радостью в принципе. Так что мы вот эти вот достаточно хорошие арканы у нас ложатся и говорят о том, что в принципе у человека на душе не так все плохо, как вы могли бы изначально предположить. Пускай новости, конечно, будут радостными и пускай у всех, кого вы любите, всегда на душе будет спокойно, хорошо и они будут к вам доброжелательны. Для тех, кто хочет заказать личный расклад, вы можете писать мне сообщение, все мои контакты в текстовом описании данного видео. Вы можете его прочесть и в конце описания увидеть мои данные в соцсетях, а также вы можете увидеть ссылку на то, каковы правила заказа расклада, каким образом это нужно делать. Ну а я желаю всем удачи, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok